Медленные лошади вернулись на экраны на этой неделе с первой серии четвертого сезона под названием Похититель личности. Название эпизода засело у меня в голове и не давало покоя, пока я следил за развитием сюжета. Это заставило меня усомниться, была ли увиденная нами смерть реальной. Сезон начался буквально со взрыва, в котором погибли 23 человека. И все выглядело так, будто Ривера убил его дед Дэвид. Могут ли эти события быть связаны? Власти подчеркнули, что это не так, но я чувствую, здесь определенно кроется что-то зловещее. Итак, давайте перейдем к разбору видео и всего, что можно было почерпнуть из премьеры сезона. Это объяснение концовки первой серии четвертого сезона «Медленных лошадей». Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Объяснение концовки. Эпизод сосредоточен на двух вещах – атаки на торговый центр Вест-Эйкерс и смерти Ривера Картрайта. Давайте сначала рассмотрим, что случилось с Ривером. В конце эпизода мы видим Ривера в такси во Франции с паспортом на имя Адама Лакхеда. Глядя на паспорт, он спросил «Кто ты, черт возьми?» Это связано с названием эпизода «Похититель личности». Человек, вошедший в дом Дэвида, притворялся его внуком. Но зачем? Вот в чем настоящий вопрос. Была важная фраза, которую Клод сказал Диане. «Дэвид был одним из наших лучших, верно?» Это когда Диана сообщила ему, что Дэвид виновен в убийстве его внука. Думаю, в уязвимом состоянии Дэвида его прошлое – это то, что, скорее всего, он его догонит. И, возможно, кто-то или организация из прошлого, которую он когда-то изгнал, вернулась преследовать его и теперь хочет отомстить. Ривер также упомянул, что Дэвид чувствовал, будто за ним следят. Ривер не придал этому значения, но, возможно, за Дэвидом действительно следили. Появление организации из прошлого могло бы объяснить связь с терактом, так как мотивом Роберта Уинтерса было отомстить организации, посадившей его за решетку. Он сказал важную фразу «Вы поплатитесь за годы, что я провел в тюрьме». Это может быть общей темой, связывающей обе истории – изгнание и жажда мести. Мне всегда казалось очевидным, что Ривер на самом деле не умрет. И вот почему. Во-первых, это был бы смелый ход для шоу. Во-вторых, мы не видели четко вошедшего. И, в-третьих, Лам совсем не выглядел расстроенным. Я знаю, что Лам не из тех, кто носит сердце на рукаве. Но если бы это было правдой, реакция была бы сильнее, чем если бы там действительно был Ривер. Так что возникает вопрос – что Ривер делает во Франции. Похоже, он проводит свою операцию, чтобы узнать, кто был в доме и почему они охотились за его дедом. Адам Локвуд – это его псевдоним или человек, взломавший дом, которого он отследил до организации во Франции. Я думаю, события, вероятно, развивались так. После того, как Дэвид убил человека в доме, Ривер, вероятно, прибыл туда, как после разговора с Луизой и увидев, что произошло, он, вероятно, отвез деда к Стэндиш, зная, что ей можно доверять, а оттуда отправился на свою личную миссию. Луиза сказала, что теперь его черед заботится о деде, как Дэвид заботился о нем в детстве, когда никто другой этого не делал. Похоже, это более масштабная версия того же, и он прислушался к Луизе. Теперь перейдем к нападению в торговом центре West Acres. 23 человека погибли, сотни ранены после того, как Роберт Уинтерс въехал на машине в вход. Истинный мотив нападения пока неизвестен, и власти не знают, было ли это единичным случаем или началом серии атак в городе. Прозвучала фраза. Интересно, что будет дальше. То, что это было сказано, явно намекает на грядущие события. Иначе зачем об этом упоминать? Слова Уинтерса скоро услышите от моих братьев, в его видео явно намекают на новые атаки. К тому же несколько офицеров погибли от ловушки в квартире Уинтерса. Это начало зловещей цепи событий. Организация, к которой он принадлежит, явно хочет заявить о себе. Общая связь между историями может быть в изгнании кого-то и жажде мести. А что, если окажется, что организация, преследующая Картрайта, стоит и за атаками в городе? Это вполне возможно. И мне интересно, как это раскроется. Мой отзыв об эпизоде. Начало сезона было действительно сильным. С точки зрения стиля, первые минуты были визуально потрясающими. Мы были в куриной лавке, затем камера плавно перешла наружу, и на фоне произошел взрыв. В этом чувствовался реализм. Такое случается неожиданно. И в тот момент мы точно не ждали ничего подобного. Так что сцена была построена очень умело. Темп эпизода был просто фантастическим. Время пролетело незаметно. Две сюжетные линии были представлены отлично, а знакомство с персонажами прошло естественно и не спеша. Гэри Олдман в роли Лэма становится культовым персонажем. Его манеры, поведение и уверенность очаровательно забавны. Но при этом видны шрамы и тяжесть, которую он несет на своих плечах с каждым шагом. Он нравится, потому что настоящий и ни в чем себя не сдерживает. Введение Эммы Флайт тоже отличное. Она будет крутым персонажем. Ее уверенность уже соперничает с Лэм. Думаю, будут столкновения, но и взаимное уважение с подколками между ними. Жду с нетерпением. Джей Кей тоже интересный. Он молчал, кроме крика, когда Луиза случайно в него что-то бросила. Он нервничает и кажется неловким со всеми, но через пару серий, думаю, он раскроется и, когда это случится, сыграет важную роль. Хочу похвалить музыку в серии. Несколько моментов особенно выделялись своим саундтреком. Первое – это нарастающее напряжение на фоне и подготовка к сцене в ванной. С момента первого появления Дэвида звучал жуткий гул, намекая на грядущие события. Это также отражало смятение в его голове и визуальный ряд в тот момент. Плюс, сцена, где Ривер говорил с Луизой о дедушке и своем беспокойстве, музыка стала намного мягче, подчеркивая эмоциональный оттенок, который нам хотели передать. Нас призывали сопереживать ему, и музыка дополняла сцену о тревоге и заботе. Первый эпизод заложил крепкий фундамент для развития сезона. У шоу не было плохих сезонов, и хорошо то, что оно уникально в своем роде. В Британии полицейские драмы BBC и ITV стали слишком шаблонными, а вот Apple удачно освоила этот жанр и процветает с этим сериалом. Не могу дождаться, как будет развиваться этот сезон. Почему Дэвид Картрайт в опасности, и с какой организацией связан Роберт Уинтерс, и как неизвестность грядущего погрузит город в параноидальный хаос? Состояние. Могу сказать лишь одно. Вперед, вот и все. Разбор концовки первой серии четвертого сезона «Медленных лошадей».